В конце октября юные жители поселка Саргатское получили уникальную возможность посещать занятия по робототехнике. Благодаря грантовой поддержке молодежного форума «Ритм» в районе на базе Центра детского творчества открылось конструкторское бюро «Тесла». Здесь ребята в возрасте от 6 лет могут абсолютно бесплатно заниматься лего-конструированием. Ко мне ходят три группы по 17 человек. Спрос растет. Каждый день звонят родители, звонят дети. Притом не только с самой Саргатки. Дети готовы ездить чуть ли не каждый день с других деревень ближайших. Поэтому, конечно, хотелось бы больше конструкторов и так далее. Но пока что имеем, мы развиваем, изучаем. И так как мы начинаем с нуля, конечно, дети, когда приходят, они говорят о том, что они все знают, уже умеют, что у них этого лего много, у меня две коробки, у меня три коробки. Конечно, здесь они открывают его с другой стороны, что оно еще и может двигаться. Поэтому для них все вновь. На ритм я попала совершенно случайно, так как девочка, которая должна была поехать, заболела и просто попросили, если хочешь, приезжай. Ну, конечно, хочу. Что значит, если хочешь, хочу. И я вообще должна была вместо нее попасть в добровольческое направление. Но я в последний момент передумала и сказала, что я буду в предпринимателях. И я не пожалела. Это совершенно заряженные по-другому люди. Поэтому было с ними просто интересно. И много нового очень для себя открыла. Естественно, как создавать проекты, как их реализовать, как ставить правильные цели и так далее. И на свое удивление я, конечно, не ожидала, что вообще получу грантовую поддержку. До последнего не верила. Но кто не пробует, как говорится. Я попробовала и получила грантовую поддержку. На полученные средства руководитель проекта Евгения Лебедева приобрела три конструктора и планшеты, которыми при помощи специальной программы можно управлять роботами. На занятиях дети постигают азы лего-конструирования, развивают свои технические навыки, учатся представлять созданные модели, критически оценивать своих роботов и совершенствовать их. Сегодня ребята впервые конструировали вездеходы Майла и презентовали свои модели. Мы с моим напарником создали робота по имени Майла. Он нужен нам, чтобы исследовать то, куда не может пойти человек. Например, как этот цветок, который вырос на Марсе. Он может проходить там, где не может пройти человек. К примеру, на Марсе или на Луне. У него есть датчик движения, который видит объект и останавливается. Чтобы узнать то, что он остановился, у него загорается такая зелененькая лампочка. Индикатор. У него ременная передача, а разгоняется он 22 км в час. У него достаточно большие колеса, чтобы проходить по местности. Мощный мотор. Радио, как бы передатчик по блютузу, с ним можно управлять с расстояния. Ну, датчик движения, он замечает предметы и останавливается. Или еще. Еще в нем есть дизайн. Сейчас мой напарник продемонстрирует. Выберет цвет рукой. Запускай. Сейчас. Иди. Комиссия ждет. Так. Руководитель конструкторского бюро Тесла не собирается останавливаться на достигнутом. Евгения надеется, что сможет приобрести конструкторы для ребят более старшего возраста, чтобы ее ученикам было куда расти и развиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова